МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тверская земля дала православному миру множество удивительных по красоте и духовному свету храмов, прославленных обителей с многовековой историей, подвижников и святых, ставших истинными воинами света. Но десятилетия богоборческой власти и забвений своих корней отставили сотни руин и десятки забытых имен, которые мы обязаны возродить. О восстановлении исторической справедливости и покаянии, о строительстве новых храмов и искусственно затеянных скандалов, разговор с Тверским архиереем. Конечно, тут будет много сторонников и противников. Кто-то скажет, а зачем нам возрождать эти руины, когда их никто не наполняет? Зачем, может быть, тратить огромные средства на то, чтобы храм восстановился в былом величии, когда у нас есть нуждающиеся, когда у нас не очень благоприятная социальная атмосфера? Но на это я хотел бы привести, наверное, евангельскую историю, когда Христу, помните, умывала женщина ноги перед буквально страданиями Иисуса Христа, когда она лила свои слезы на ноги, отирала своими волосами и потом помазывала миром. Ну и один из учеников сказал, зачем сей отрата мирная, отрата мира, когда мы можем продать этот драгоценный мир и отдать нищим. Но Христос сказал, что нищих вы всегда имеете с собой, а то, что это делала женщина, то сделала мне, и о ней будет евангельское свидетельство до сего дня. Это восстановление храмов, это такое-такое же повторение этой истории евангельской, пускай она немного интерпретирована по-другому, но для нас с вами, как имеющие испорченность в нашей греховности, удовопреклонности ко греху, как имеющие некогда отклонение от веры Христовой, когда мы удалялись в безбожное состояние, то это своеобразное благодарное приношение Богу и своеобразное покаяние. Такое деятельное покаяние – задача не столько церкви, сколько каждого из нас, чьи прадеды жили на этой земле, молились и строили храмы. Сегодня в одной только Тверской епархии более полутора сотен разрушенных церквей. Большинство из них – памятники истории и архитектуры, которые находятся на охране государства. Сохранение культурного наследия – это одно из приоритетных направлений государственной деятельности, как я считаю, и, наверное, так оно и есть. И вижу, что благодаря участию государства многие памятники архитектуры возрождаются. Существует программа «Культура России», которую ведает Министерство культуры Российской Федерации. Программа в какой-то мере и успешна, но, конечно же, хотелось бы, чтобы она охватила большее количество наших памятников, архитектуры, которые имеются. Но, к сожалению, их очень большое количество. Но надеюсь, что все-таки государство продолжит свое участие в восстановлении этих памятников. Даже не потому, что они нужны церкви. Они нужны, наверное, нашему обществу, поскольку это история. А если мы не будем знать свою историю, то мы будем Иванами, не знающими своего родства, что весьма плохо. Это, можно сказать, будет стираться историческая память. Ведь мы переживаем сейчас по поводу того, что разрушаются памятники героям Великой Отечественной войны, например, в некоторых союзных республиках и государствах. И для нас это с вами действительно боль, поскольку разрушается историческая справедливость. Она разрушается не только физическим устранением памятника, но она стирается из умов нашего последующего поколения, которое сейчас уже воспитывается. И поэтому, как памятники Великой Отечественной войны героям нашим, русскому солдату, они важны, поскольку это свидетельство о той великой жертве, которая была принесена нашей Родиной, так и памятники более древние. Как я уже говорил, это свидетельство величины русского духа и памятник истории нашего русского человека, православного христианина. И если возрождение поруганных святынь – сфера ответственности государства и его неравнодушных граждан, то строительство новых храмов – обязанность церкви, откликающейся на потребности жителей крупных городов, где храм становится средоточием молитвы, культурной жизни, а иногда и главным украшением безликой застройки. Строительство новых храмов – это больше части потребность тех людей, которые, наверное, живут в больших мегаполисах. В данном случае, например, в Москве востребованность храмов в спальных районах, как говорится, она высока. И я знаю это не понаслышке, поскольку, находясь 7 лет практически векарием Святейшего Патриарха в городе Москве, то мне приходилось сталкиваться с тем, что люди рады присутствовать на богослужении дальше, даже не в больших вагончиках, которые они наполняли до отказа. Поэтому потребность в храмах новых, она есть. Горько и больно видеть, когда вокруг изначально благого дела начинают кипеть страсти. История с распрями вокруг строительства в Екатеринбурге храма во имя небесной заступницы города, святой великомученицы Екатерины, вышла далеко за пределы региона. Хотя этот конфликт можно было загасить еще и на этапе обсуждения проекта на общественных слушаниях. Насколько мне известно, таковые общественные слушания были проведены. И я не знаю, почему те, кто не желал, может быть, строить этот храм, туда не пришли, не высказали свое мнение, которое всегда протоколируется и, естественно, выносится на определенные решения уже вышестоящих органов. Таковые случаи даже были по Москве, когда на слушаниях мы вместе с жителями приходили к тому мнению, что строить на этом месте нецелесообразно. И тогда мы обращались вновь к светской власти, к тому, чтобы нам еще указали какое-то место под строительство. И как бы приходили к общему знаменателю, и храм строился. В данном случае, мне кажется, здесь, может быть, стоят какие-то еще определенные силы за этими людьми, которые, может быть, велению какого-то, может быть, сообщения в соцсетях прибыли на это место, и где они приносят свои какие-то протесты. Поэтому я считаю, что у каждого должно быть свое мнение. Нельзя быть серой массой, благодаря интернету мы становимся этой серой массой, когда мы не имеем свое мнение. А если имеем эти мнения, то они, в общем-то, в большей части продиктованы каким-то иным лицом. Ведь в свое время, если брать евангельскую историю, вы знаете, когда Господь ходил в Иерусалим, то были те люди, которые кричали «Асанна, сына Давидова». Но потом эти же люди через какое-то время кричали «Распни его». То есть толпа, она не обязательно является средоточием мнения большинства. Ведь мнения и слова «Распни его» были продиктованы небольшой группкой фарисеев и книжников, которые имели авторитет и боялись этот авторитет свой потерять. Также и здесь есть определенная группа людей, которая вещает и свое мнение на какую-то определенную массу. И эта толпа идет, не имея своего какого-то осознания, и кричит эти лозунги. Но Бог поругаем не бывает. И я отнюдь уверен, что авторитет церкви здесь не поколеблется никогда. Поскольку мы знаем евангельское слово о том, что врата ада не одолеют никогда церковь. Поэтому большей частью это, наверное, какие-то термины и понятия наши человеческие. А ведь авторитет церкви, он всегда непогрешим. И в данном случае, может быть, здесь речь идет только о некоторой части, может быть, священнослужителей или людей. Но большинство церкви и вся церковь, общество людей, это же не священнослужители, это то же самое общество людей. И поэтому, когда люди выходят с протестом, они же протестуют против самих же себя, потому что есть та часть общества, которая является церковью, христианами. Это отнюдь не священнослужители только, а большей частью те люди, которые храмы эти наполняют. Поэтому в любом случае, мне кажется, что дело Божие, оно совершится. А с другой стороны, здесь я вижу происки врага рода человеческого, которому, конечно же, не хотелось бы, чтобы очередной храм был построен. Для него это жало, которое ему приносит нестерпимую боль. Мое сердце ранит, как священнослужители, то, что есть те люди, которые противоборствуют строительству храма. Я думаю, что они не осознают, наверное, того горя, которое творится в их душе. Поскольку, я думаю, пройдет время, когда они пересмотрят свои взгляды, переосмыслят, и действительно придут в иное осознание. Поскольку гнаться, может быть, за тем, чтобы было место для выгула собак или прогулок, конечно, ажа нужно. И я думаю, что решить вопрос с озеленением какой-то городской территории его можно. Можно увеличить количество насаждений зеленых, но насколько необходимо ратовать и приходить немирное состояние с друг с другом, ради того, чтобы доказать друг другу ту или иную истину. В любом случае, хотелось бы, чтобы это все разрешилось миром. Я хотел бы принести искренние свои сопереживания всем жителям города Екатеринбурга, особенно православным христианам. Хотел бы, чтобы все это разрешилось в мирном ключе. И хотелось бы, чтобы этот храм Божий был все-таки реализован в свое время и стал действительно той лечебницей Духа, которая необходима всем нам. Храм Святой Екатерины в Екатеринбурге со временем, надеясь, если все произойдет, если это дело Божие, а это дело Божие, то оно должно, несмотря ни на какие обстоятельства жизни, быть реализовано, то это будет тот храм, куда будут не просто приходить молиться люди, но еще и приводить, наверное, своих друзей, родственников, гостей, для того, чтобы посмотреть на эту святыню. В следующей программе мы продолжим разговор с ладыкой. Поговорим о возрождении сельских храмов, которые подчас становятся лечебницей для умирающих деревень. Сельских храмов